3237 страниц и 68 годовых подшивок газеты Ленинградский университет хранятся в научной библиотеке СПБГУ имени Горького. Еще недавно полистать страницы газеты было попросту невозможно из-за состояния бумаги и хрупкости образцов. Но сейчас полный архив издания Ленинградский университет с 1927 по 1995 год оцифрован и доступен читателям со всего мира. Об этом проекте мы думали давно и университетская общественность тоже думала о нем давно, поскольку газеты Ленинградский университет это отражение реальной жизни университета. Может быть это не очень официальный источник, но тем он и интересен, потому что в определенный период времени газеты являлись по теперешним временам заменой новостным лентам университета. Это был самый оперативный и актуальный источник информации. Если полистать газеты, то мы можем увидеть заметки как официального характера, то есть о серьезных событиях в жизни университета, но очень много живых жизненных заметок, в том числе о жизни библиотеки, о жизни студентов, о жизни сотрудников. И это замечательный совершенно источник информации, который, мне кажется, был незаслуженно, ну не могу сказать, что забыт, но оставлен исследователями, поскольку все-таки доступ к газетным материалам затруднен. Визит королевы Великобритании Елизаветы II в университет, открытие факультета социологии, которое назвали историческим событием не только для университета, но и для города. И, конечно же, пожалуй, самая священная подшивка за 45-й год. Выпуск от 22 июня – публикация о победе в Великой Отечественной войне. Путеводитель по жизни университета оцифрован в рамках сотрудничества с президентской библиотекой и теперь послужит исследователем из любого уголка мира. Сотрудничество Санкт-Петербургского университета и президентской библиотеки насчитывает уже более 10 лет. Это самые разнообразные области взаимодействия. Библиотека принимает участие в таких проектах, как выставочная деятельность и проект по оцифровке книжных собраний и создания цифровых коллекций, которые впоследствии доступны всем пользователям, всем желающим и всем интересующимся в системе интернет. Полистать подшивки и прикоснуться к истории университета, а главное – познакомиться с теми, кто прославлял и развивал наш университет, можно на сайте библиотеки имени Горького СПБГУ. Достаточно скачать PDF-файл. Элеонора Петрова, Вячеслав Макаров, Алексей Чубка, Медиа-центр СПБГУ.